Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Станислав Крючков. Это программа «Вдох-выдох». Я рад встрече с вами на канале «Ходорковский лайф». Начало недели, понедельник, вечер. Силы еще есть, поэтому сразу не примените подписаться, поставить свой лайк, поделиться ссылкой на этот ролик со своими близкими, друзьями и знакомыми. Ну и по возможности участвовать в обсуждении того, о чем пойдет речь, в чате трансляции и в последующих комментариях. Сегодня наш гость – профессор Центрального европейского университета в Вене, культуролог Александр Эткинд. Александр Маркович, здравствуйте! Я признателен вам за возможность разговора и встречи с нашими зрителями. Здравствуйте, Стас! Рад познакомиться. Знаете, готовясь к эфиру, я подумал, что хорошо бы в трех срезах этот разговор провести. Во-первых, в ресурсной части, в части территориальной и в части разговора о людях. Я при подготовке знакомился с тремя книгами «Внутренняя колонизация», «Хлыст» и «Природа зла», «Государство» и «Сырье», «Вашего авторства». И поскольку сегодня день 5 декабря, день вступления в силу европейского нефтяного эмбарго, мне кажется, именно с ресурсной части позволю себе начать, вот вместе с потолком цен, вместе с этим эмбарго и прочими факторами к Украине, и войне в Украине наверняка еще сегодня обратимся, но сейчас ровно у фактора ресурса хочу спросить. Я обратил внимание на рубрикацию «Природа зла». Вы там говорите о материальной истории, интеллектуальной истории и энергетической истории. Скажите, на ваш взгляд, энергетическая история для России и для мира разве имеет шанс завершиться? И, собственно говоря, в какой форме это завершение, если оно возможно, произойдет для России и для мира? Ведь ни та, ни другая сторона. А в России мы сейчас как-то, ну, за эти 9 месяцев уже привыкли некоторым образом со стороны рассматривать. Энергетическая история длится, она трансформируется. Вот каковы варианты, инварианты ее трансформации для нашей страны? Ну, все правильно, Станислав. Я согласен с каждым словом. То есть моя книга заканчивается, а история, естественно, продолжается. И энергия, которую человек производит и потребляет ее, сначала, например, она была мускульной энергия самого человека, то, что человек мог сделать рукой, руками или ногами. Потом это была энергия животных, лошади, буйвола и так дальше. Потом это была энергия, может быть, древесины, которая горела в костре. Потом это была энергия воды, которая шла через водные колеса. Это все заняло тысячелетия. Потом пошла энергия ископаемого топлива, турфа, угля, нефти, газа. И я все это рассматриваю подробно. Но впереди, естественно, возобновляемые виды энергии, но это не только солнечные панели, которые всем известны, и витриные мельницы, но это та же самая водная энергия, которая, между прочим, Россия одна из ведущих стран мира, благодаря плотинам, которые Советский Союз ставил. И на территории России, нынешней Российской Федерации, и в Украине все, наверное, помнят о дне прогрессии, или сейчас читают о событиях на этих дамбах. И это очень практическая энергия. Да, очень практическая. Это, надо сказать, очень прогрессивные виды энергии. Если Россия конкурирует с Японией или Швецией, тогда как в отношении других возобновляемых источников энергии, Россия отстает, ну, буквально в сотни раз от таких стран, как Дания или Германия, буквально в сотни раз на душу населения, естественно. То есть, знаете, постсоветские десятилетия, когда весь мир начал этим заниматься и занимается очень серьезно, как мы знаем, в России, как бы на эту тему не подвинулись. Ну и, наконец, ядерная энергия, где в России тоже есть свои преимущества и лидерские позиции, ну, по крайней мере, в недавнем прошлом они существовали. И у нее тоже очень большие перспективы. Но вы совершенно правы в том, что человеку всегда нужна будет энергия, чтобы сделать чай, чтобы двигаться по миру, чтобы производить товары и услуги. И энергии, скорее всего, нужно будет все больше. Но не в таких масштабах, как это происходило в 20 веке, где там потребление энергии удваивалось в течение каждых нескольких лет. Темп роста энергетического производства и потребления, естественно, будет меньше, медленнее, будет более соразмерен всем пределам, которые перед нами ставит природа. С вашего позволения, если несколько в повседневную плоскость, в плоскость размышлений обывателя переведу этот разговор сегодня, да, когда Запад зримо демонстрирует готовность отказаться от нефти из России, во всяком случае ввести существенное ограничение, звучат слова в России, во всяком случае, да ничего, исправимся. Но сможет ли, собственно говоря, мир без вот этого дешевого, грязного источника энергии просуществовать ну, хоть сколько бы то ни было долго? И каков период, в котором в той или иной мере диктация страны России, энергетический диктат, на который был ориентирован Путин с первых лет своего правления, и, собственно говоря, он выстраивал эту державу как энергетическую сферу державу, ну, во всяком случае, пытался так ее позиционировать, может продлиться. Потому что действовать с оглядкой на путинскую базу, да, вот эту ресурсную, мир в той или иной степени будет ровно до того момента, пока будет существовать эта потребность. Когда эта потребность в грязном топливе исчезнет? Возможно ли это, в принципе, на сегодня? Ну, здесь два разных вопроса смешаны в один. Может ли мир существовать или когда, наконец, мир сможет существовать без углеводородного топлива? Это один вопрос. И второй вопрос. Сможет ли он существовать без этого топлива из России? Или найдутся другие места в этом большом мире, где этого топлива тоже немало? Естественно, сейчас, ну, речь об энергетическом переходе, так и экономисты, и менеджеры мировые называют происходящее, ответом на климатический кризис, который мы наблюдаем, типа каждое лето, да и каждую зиму тоже, является энергетический переход. И разговоры об этом ведутся уже, ну, примерно полстолетия. Понимаете, полстолетия. И пока, типа, петух не клюнул, ну, нельзя сказать, что ничего не делалось, но делалось очень мало в сравнении с тем, что должно было делаться и то, что сами эти правительства предполагали, обещали там и так дальше друг другу. Ну, вот теперь, да, значит, в связи с войной в Украине, петух клюнул, это дешевая нефть и газ, и уголь, теперь от них хорошо бы было отказаться уже не по климатическим, а по политическим причинам. Но климатические тоже никуда не делись. И это отчасти облегчает, я думаю, вот эту задачу все-таки, что, ну, этот политический отказ, он происходит на долговременной основе. То есть не просто там на несколько мест, а на несколько лет, пока не закончится война, мы перестанем покупать российские ископаемые. Но, скорее всего, что мы перестанем покупать их вообще, что это дает толчок, тот толчок, которого вот не хватало, типа последней капли воды, для того, чтобы наконец всерьез соняться тем, что было давно запланировано и обещано, энергетическим переходом. Ну, отвечая на ваш вопрос, для обывателя более прямо, может ли мир обойтись без российской нефти и газа? Тут у меня сомнений нет, что да, может, конечно. Это займет, однако, некоторое время. И хорошо, надо было этим обеспокоиться там несколько лет назад или несколько десятилетий назад. Но вот теперь это все делается на смех. Ну, делается. А вот Россия, которая осталась с этими возобновляемыми, но не препарируемыми источниками энергии, да, с одной стороны, с другой стороны, отрезанная от взаимодействия с миром, которому эти поставки нефти были бы нужны. Да, они остаются нужными, но они в силу политических каких-то обстоятельств теперь выведены за скобки. Если для России вот это взаимодействие по линии нефть, продажи нефти перестает быть какой-то ликвидной логикой разговора, хотя я не берусь тут вступать или быть адвокатом путинских экономистов, то закономерный вопрос, а Россия-то вот без этого сможет как-то вытянуть? Или это залог того, что часто в разговорах, в том числе и на нашем канале ведущихся, произойдет обвал режима? Режим без подпорки нефти, идущий вот так вот широким каналом на запад или на восток, способен существовать? Режим нет, не способен. Я думаю, что режим один к одному. Вот его судьба режима связана с судьбами российской нефтяной жижи, ну вот, а также газа. Но режим это не Россия, Россия это не режим. Я даже более того думаю, что Россия вполне может распасться на некоторое количество составляющих, вот могут быть там два, три регионы или республики, которые отделятся от России. Ну их может быть, не знаю, 20 или 30 наследников Российской Федерации. Вы, конечно, помните, что официальное название страны является Российская Федерация. Ну, режим рухнет, Федерация распадется, люди останутся, земля останется, природные ресурсы останутся, культурный капитал останутся, университеты, больницы, что там еще есть, парки, музеи. Все это, естественно, останется и будет приносить радость человечеству. А линия разломок где сейчас проходит? Именно вот внутри России, потому что, когда мы говорим о федеративном ее устройстве, мы ведь знаем и о национальных республиках, которые сегодня в виде кадыровских батальонов, бурятских подразделений принимают участие в войне на Украине. Есть и ненациональные, собственно, сермяжно-российские регионы. И трудно предположить, что Россия распадется вот таким образом. То есть, собственно говоря, есть ли этот потенциал к развалу структурного, вот так, как она сейчас организована, 89 регионов, и каждый обрел свою подлинную независимость или как угодно. Вот я просто основание пытаюсь понять, чего это все стартало. Что будет 89 независимых стран, то есть сколько их будет, ну, где-то не знаю, не вы, не знаете. Соединенные Штаты России эдакие. Ну, для того, чтобы они были Соединенными Штатами, эти вновь образовавшиеся страны должны еще почувствовать интерес к друг другу и объединиться в какую-то новую федерацию, конфедерацию. Совершенно не факт, что это произойдет. Ну, может быть, и произойдет, кто знает это. Мы уже говорим о каких-то событиях, не очень далеко от нынешних наших забот. Но смотрите, кадыровские эти батальоны, еще какие-то, значит, бурятские, они же существуют на какие-то деньги, вполне конвертируемые рубли, которые поддерживаются на плаву благодаря нефтегазовым доходам. То есть мы с вами уже обговорили это, что кран, которому можно типа прикрыть или совсем закрыть источник этого финансирования. И кадыровских батальонов, ну и всего остального тоже находятся в руках мирового сообщества, назовем это очень обтекаемым. Так что если мировое сообщество действительно заинтересуется этим вопросом, а мы видим, что ну с каждой недели оно интересуется этим вопросом все больше, и вот сегодня 5 декабря настал давно обещанный эмбарго, который состоится далеко не в полной форме, но, так сказать, все это процесс, который идет. На что будут существовать все так называемые добровольцы, они все на контрактах, они все у многих там ипотеки где-то, где они есть, у многих семьи, и буквально каждому, вот каждому нужны эти деньги, к которому он привык, и эти деньги должны быть конверсируемыми, иначе не купят на них ту машину, там иномарку, на которую он рассчитывает, ну и так дальше. Так что не будет нефти и газа, да, вот не будет всего этого. Но вы затронули очень интересную тему, кремлевский режим пошел на то, на что, скажем, Советский Союз никогда не шел, на создание этнических войск. На это шла Российская империя, обычно тогда, когда она чувствовала, ну, дефицит военной силы. В Крымской войне, там, Первой мировой войне и так дальше. Была такая дикая дивизия, например, которая сыграла немалую роль в революционной борьбе, там, 17-18-го года, в Петрограде, состоявшая из людей кавказской национальности, как бы их сегодня назвали. Ну вот, вооружать эти этнические войска, ставить их под команды этнических командиров, создавать такую иерархию. Ну, война кончится, они же куда-то вернутся, куда они вернутся. Это вооруженные люди под командой своих командиров вернутся к себе домой. И что там будет происходить, мы можем только об этом. Причем ведь вернуться-то с травмой. С травмой и с навыком. С навыком, без сомнения. С навыком чего? С навыком ведения боевых действий, это в лучшем случае, ну, с навыком убийств, с навыком насилия, жестокости, погромов, ненависти. Ну, можно говорить о травме. Что с ними там будет происходить, куда их потом деть? Ну, когда кончаются войны, тем более проигранные войны. Это исторически вечный вопрос, куда деть эти армии? Ну, где-то их надо квартировать, чем-то их надо продолжать кормить. В стране, которая проиграла войну, всего не хватает, естественно. И у этих людей появляются свои интересы. Или чем-то занимать этих людей. Вот когда мы говорим о гипотетической возможности распада страны, мы же не говорим об этом как о желаемом результате, но говорим как об одном из сценариев и результатов того, с чем имеет дело сегодняшний мир. Мир, в котором война, собственно говоря, диктует ту логику, которую диктует. Вот вы говорите об этих кадыровских батальонах и о том, что государство каким-то образом с ними взаимодействует. Это значит, что режим, пусть и в стадии полураспада, пусть и в стадии стагнации, я не хочу там сказать агонии, потому что зримой-то агонии, видимо, пока еще и нет. Но, тем не менее, чувствует себе силу балансировать с этими игрушками. Или это иллюзия и баланс обманчив. Вот то, что предлагает пропаганда, это настолько далеко от реальности? Или в этом есть какая-то своя сермяга, которая говорит, ну, да, они как-то выстраивают это взаимодействие между частями империи в должном для себя ключе? Как вы это видите? Я пропаганду московскую не смотрю и не слушаю, никому этого не рекомендуют сделать. Так что я не могу сказать ничего по поводу его правдивости или там, лучливости. Но что я могу сказать, что да, у этого режима есть своя устойчивость. Он готовился в тайне, в тихоря, значит, от собственного народа, даже от собственных высших своих чиновников. Но он готовился к этим событиям десятилетиями, копил, значит, деньги. Большая часть этих денег оказалась конфискованной фактически, значит, потому что она была вложена за рубежом. Теперь они, наверное, кусают ногти, там, жалеют об этом. Яхты все эти, там, и виллы, которые эти люди для себя припасали, все это, значит, тоже ушло. А тем не менее режим стоит, то есть пропаганда пропагандой, но если бы что-то там началось, бунты в армии или протестные движения в Москве, мы бы узнали об этом в тот же день. Этого не происходит, значит, люди, мы знаем, что рубль оказался на удивление устойчив. Это, кстати, была новость для всех наблюдателей на Западе и на Востоке. Так что у режима есть, да, своя ИНРЦ, свои, значит, сбережения, своя подружка безопасности. Насколько ее хватит, очень большой вопрос. И я не могу этого сказать. Ну, а кто на это может ответить? Может быть, экономист? Ну, вряд ли. Если честно, экономисты — это последние люди, у которых стоит задавать этот вопрос. Скажите, а в какой мере подушкой безопасности режима являются люди, свою подушку безопасности имевшие, а теперь ее, видимо, лишившиеся? Потому что вот я так думаю, путинская Россия, ну, куча ресурсов, да, вот энергетические прежде всего, о котором мы сказали. Да, отрезали. Ну, люди инертные и молчаливые. Общество молчит, общество безмолвствует. И вот я сочетание этих факторов каким-то образом представляю. В этой связи у меня вопрос. Для власти, нынешней власти, в том ее виде, в котором она в России существует, люди — это по-прежнему ресурс или балласт? Или у людей в России есть шанс жить жизнью людей, а не ресурса или балласта? Вообще было когда-то так, что люди в России не были ресурсом. Ну, балласт — это, мне кажется, более верное слово, чем ресурс. Это, вообще-то, хорошее слово. Действительно, балласт — это то, что, ну, вообще-то, не нужно вообще-то. Но, тем не менее, придает, как бы, устойчивость, осадку там. Но при, значит, необходимости от него избавляются. И, в общем, балласт — это то, о чем лучше не думать. Да, примерно так же население и в России, особенно в современной России. Потому что, например, в царской России, которая жила совсем другими природными ресурсами, например, зерном и металлами, история была другой. На этих поместьях, которые производили товарное зерно, работали, ну, миллионы людей. В общем, работали все. Крестьяне работали, дворяне там чего-то, значит, менеджерами работали, кто там еще, купцы. Работали все. Это была полная занятость. В отличие от нефти, где работают там, ну, маленькие коллективы, очень высоко квалифицированных людей, но труда там вложено очень мало, зато капитала и технологии очень много. То есть разница между зерном и нефтью, как природными ресурсами, это полярная противоположность. И государство, которое зависит от нефти и газа, да, оно перестает зависеть от людей. Люди становятся для него, в буквальном смысле, не ресурсом, а балластом. И, ну, смотрите, почему народ такой, вроде как, покорный и непротестующий. Этот народ держали в бедности, вот все эти десятилетия постсоветские народ держали в искусственной бедности. Государство все росло, все богатело, там все, появлялись новые фонды, там народом благосостояния. Значит, у олигархов яхты все больше и длиннее. И яхты, которые там приписываются в верхнем лютом государстве, эти яхты были, ну, больше крейсера Москва. Понимаете, ну, а человек, ну, нормальный человек, который работает на каком-то производстве, там, или в школе, или в больнице, он, да, его, значит, по некоторому плану его благосостояние повышалось на несколько процентов в год. Совершенно несразмерно тому, как пухло государство. И это тоже, ну, некоторая подушка безопасности. То есть люди, ну, привыкли вот к очень бедной, к очень скудной, ну, фактически безнадежной жизни. И сейчас, когда наконец для этой безнадежной жизни нашлись настоящие основания, тяжелая война, они практически не замечают перемен. Скажите, а если это в категориях уравнения некое рассмотреть? Вот если из уравнения в виде балласта выбрасывается думающая, сомневающаяся, ну, или как минимум просто задающая вопросы часть общества, то уравнение не решается. И в этом смысле вот эта бердяевская ушибленность русского человека шире, есть способ восстановить работоспособность этого уравнения. В том смысле, что экспансия, воссоздание логики империи, да, которую вы пишете в одной из своих книг, это, ну, некоторым образом попытка заткнуть пробоину в корабле и заставить этот корабль плыть дальше. Но решается ли таким образом уравнение? Корабль обречен утонуть? Нет, абсолютно нет. Но если капитан безумен, то корабль там пряди поможет, там, как бы обречен он или наоборот, он отличный корабль, так сказать, мог бы плыть там и открытому в Америку, но с безумным кораблем он все равно утонет. Я примерно так себе представляю. Россия в последние годы стала, вот довоенные годы, стала мировым лидером социального неравенства. Она конкурировала какое-то время с Бразилией, там еще какие-то африканские страны были конкурентами по этой части. Но вот это социальное неравенство, это совершенно приобрелось в гигантские масштабы. К тому же оно в этой стране, в силу там долгих советских десятилетий предшествовавших, оно было не знакомо. То есть это колоссальная, вот это на самом деле травма, которую переживают миллионы людей. Ну и дальше то, как это происходило. То есть высшая идея, я думаю, была в том, чтобы, да, вот все эти лишения, там, все эти депривации, говоря научным языком, оправдать героической победой. Но вот она, даже она не получилась, эта героическая победа. Но даже если бы она и получилась, то в чем было бы оправдание? Ну да, вот как после, действительно, на удивление удачного захвата Крыма, рейтинги власти там пошли на пару лет вверх. Ну и в этом случае они бы пошли, может быть, там на год-два вверх, если там, типа, значит, Киев бы сдался, вот как сдался Крым. Но он не сдался. И в любом сценарии этот режим натолкнулся бы на свои естественные пределы. Ну, даже если бы он и не начал войну, он бы на нее натолкнулся, на эти пределы. Но, может быть, у него были еще и десятилетия в запасе, как у Советского Союза были эти десятилетия. Но война в Афганистане, там, значит, Чернобыль, вот все это потолкнул распад. При некотором, как бы, осторожном, там, уверенном, умеренном руководстве, я думаю, что еще хватило бы надолго. Но кому-то очень не терпелось. Здесь можно гадать, так сказать, вдаваясь в философские или религиозные термины, или психологические, гадать о мотивации вот этого решения. Но все это произошло, победы, как бы, они светят, и впереди, я думаю, впереди катастрофа. А неполучившиеся победы — это нечто могущее уже вот сейчас, в начале зимы, да, 2022 года, быть интерпретированным как поражение, как поражение в войне, да, вот в том целеполагании, которое было явлено до 24-го или чуть раньше на этом Совбезе. И второе, правильно ли я понял вот то, о чем вы сейчас сказали, что нынешняя война в большей степени стала акселератором и ускорителем всех тех процессов, которые бы при прочих равных в условиях, там, электорального авторитаризма, коим была Россия до февраля 2022 года, длились бы долго-долго и долго? Просто сейчас все это быстрее. Да, совершенно правильно поняли, потому что, ну, какую-то систему, какой-то режим, куда бедно они наладили, и никто им, мы тут с вами понимаем, что никто им не угрожал, ни извне, в общем-то, и изнутри тоже ничего не угрожало, и нефти и газа бы хватило еще на десятилетие. И этот самый электоральный авторитаризм, ну, да, систему они наладили, значит, надо было повышать, вот, так сказать, настолько процентов в год благосостояния среднего россиянина. И для этого, естественно, существовали все резервы. Сейчас мы понимаем, как они америке. Эти резервы, которые были и которые тратятся сегодня каждый день на войну, или которые просто были, ну, потеряны из-за конфискации и так дальше, и санкций. Да, все так. Это война, это специальная операция, это гигантский, никем не предсказанный ускоритель развала страны. Обратил внимание на то, что один из ваших исследовательских проектов, десятилетний, чуть больше давности, связан с памятью в истории, и там фигурирует в названии, собственно, Россия, Украина и Польша, если я ничего не путаю. Скажите, вот понятно, что копаться в голове Путина, это такая забава сегодня популярная, но, тем не менее, не очень хочется этим заниматься. Все же, столкновение в Украине, пусть не в том виде, в котором это произошло, а между Россией и Западом, да, как это подается кремлевской пропагандой, кремлевской, вот этой идеологической обслугой и так дальше, оно не было ли предопределено в том виде, ну, с вариативностью форм, да, какие, собственно, развилки существовали? Есть ли хоть талика, хоть часть правды в том, о чем говорит Путин, когда выступает со своими многочасовыми лекциями перед податливой российской аудиторией? Ну, ведь действительно, столкновение происходит по линии Восток-Запад, Россия, западный мир? Или я не прав? Ну, столкновение происходит, потому что его запустил Кремль. Ну, смотрите, главный аргумент – это приближение НАТО к жизненно важным центрам России. Вот НАТО уже так приблизилось, что Путин еще делал такой интересный жест, когда он об этом говорил, что уже не в моготу, значит, надо что-то делать. Ну, вот он начал войну в Украине, действительно, НАТО приблизилось гораздо ближе, чем Украина. Финляндия вообще, типа, по полутора часах езды от родного города Путина. Финляндия и Швеция, новые члены НАТО. Этого бы, ну, с абсолютно стопроцентной гарантией, можно сказать, что этого бы не произошло, если бы эта война не началась. И это, как бы, все признают, и сами финны, и шведы, и американцы. Ну, и, как бы, этого нельзя не признать. То есть все эти геополитические, умные, стратегические доводы оказались разбитыми. И вот когда в Финляндии и Швеции, естественно, подали там заявки в НАТО, вот они были приняты в НАТО, вот они официально стали членами НАТО, что уже означает, ну, полную интеграцию всех военных, там, чего там, операции кодов, там, омудирование, уж не знаю чего еще. Путин практически молчал. То есть, ну, начать войну против Финляндии, видимо, слабо. Но начать войну против Украины тоже было слабо, просто он этого не понимал. А что он получил? Что? Простите. Что он получил? Он хоть что-то получил из того, что было обозначено? Ведь это же, по большому счету, дисквалификация каждого из тезисов, выдвигаемых в качестве повода, в качестве причины действовать. Действовать так, как он стал действовать. Здесь пас, здесь пас, здесь мимо. Или? Он получил, я думаю, то, что он хотел получить. Какой-то процент из этого он получил. Это типа того, что можно назвать мобилизацией элиты. Он хотел создать такую ситуацию, в которой, да, действительно, кто не с нами, все против нас. Он не возражает, потому что, типа, сотни тысяч людей уехали, и сотни миллиардов, значит, российских долларов тоже остались там за рубежом безвозвратно. Все окей. Но вот те, кто там остался, они действительно психологически, политически, религиозно мобилизованы. Они там все с ним. Деться им уже некуда. Они там скомпромиссированы на сто процентов. Всех их ждет, ну, один суд. Хотя, это, кстати, тоже далеко не факт, что это так. То есть, этот суд, если он когда-нибудь состоится, он будет очень избирательным. Как это было после поражения нацистской Германии. Об этом можно еще много говорить, конечно, да. А насколько эта мобилизация долгосрочна? То есть, вот есть ли какой-то тумблер или рычаг, который заставит единомоментно эти атомы распасться? Ну да, сейчас в краткосрочной перспективе удалось эти части друг другу заставить магнититься. Но, тем не менее, вот вы говорите, неполучившаяся победа, которая будет интерпретирована как победа, будет подана как победа. Но элиты, это же думающая часть задающейся вопроса, может быть, и не афиширующая свое мнение по поводу ответов на эти вопросы. И продать ей то, что победой не является в качестве победы, пожалуй, что сложно. Не это ли? Ну, это спорный вопрос. Вы философ, я историк, это спорный вопрос элиты. Думающая часть общего или, наоборот, не думающая. Думают, может быть, совсем другие люди, где-то там, гораздо ниже элит. Ну, мы с вами знаем азы, это персоналистский режим, значит, он испытает, как любой такой режим испытает, главные свои трудности при смене, в процессе наследования. Ну, я думаю, что да, все эти атомы распадутся в процессе наследования. Никакого механизма наследования нету. Ну, у манархии, знаете, были свои проблемы и недостатки, но, по крайней мере, механизм наследования был понятен. Узаконен, так сказать, известен всем народу. В данном случае этого нету. И чем более сплочен этот режим, вот в момент, когда наступают перемены, тем, естественно, он громче ломается. Позвольте, я на вашу полянку здесь вступлю. Книга ваших «Хлыст». Во всяком случае, я ее читал в издании 2013 года. Она посвящена сектам, литературе и революции. Вот в нынешнем государственном строительстве. Неважно, да, как оно обрамлено по внешнему контуру и с чем оно, в конечном счете, вламывается в чужих дверей. Это трагедия. Это мы выносим за скобки. Не это сейчас обсуждаем. В нынешнем государственном строительстве. Есть что-то, ну, такое сектоподобное, на ваш взгляд? Что-то есть. И вот это то, что... Да, вы читали книгу издания 2013 года. Я ее писал. Это моя докторская диссердация, вообще, я изучал в 1998 году. В этом издании ничего не изменилось за, там, это самое, ну, почти что 20 лет. Ну, там я подсократил кое-какие-то длинноты. Вот и все, ничего не добавлял. И, конечно, вся история никак не была связана с текущими событиями. Вообще никак. Но сейчас, да, вот с этой войной, с другими, значит, с некоторыми высказаниями главных лидеров, но возникает ощущение, что да, что речь идет не о политике, а скорее о религии. Что они где-то под конец жизни становятся, почувствовали свою миссию. Вот это идея, что на миру и смерть с красного. И что, вот мы попадем в рай, а вот сел в ад. И откуда такая уверенность? Как бы, ну, никакая... Ну, из известных христианских деноминаций такого не предполагает. Такой уверенности. Такого знания. Это что-то такое изобретенное, ну, на ходу, по ходу дела. И я не скажу, что это секта. По крайней мере, я не знаю, что это за секта. Может быть, там и есть секта, но как бы еще она не распознана наукой. Но такое впечатление, да, складывается, что-то в этом есть. Ну, структура, из которой как минимум нельзя выходить, потому что вход стоит дешево, а выход стоит троекратно больше. А вот если продолжить эту логику прям совершенно чуть-чуть, Путин в этой системе, если мы о нем ставим вопрос, он скорее божество или скорее жрец и проводник некой логики? Вот вам как это видится? Он типа пророк, он создатель новой религии. И в этих русских сектах пророки, ну, в холостовской секте, значит, в каждой общении был свой Христос. Он пророчествовал, он, значит, поощрял и наказывал, там, правильное поведение или неправильно. Он ввел ритуалы, он был шрецом, но его называли Христом. Он воплощал Христа, Христос перевоплощался в каждом поколении в лидера общины. То есть я не скажу, что Кремль занимается холостовскими ритуалами, это было бы совершенно неверно, а чем-то они там другим занимаются. Но они изобретают свою веру, которая, как-то, значит, им, они надеются, облегчит и поведет их вперед на войне и по миру. Ну, как она их ведет, мы, в общем-то, видим ее с новостей. Вот, да. Изобретение веры — это такой национальный вид спорта отчасти. Отчасти в том числе и касаясь, допустим, возрастной логики этих элит. Потому что я помню, в юности все, ну, некоторым образом, уповали, что уйдет поколение коммунистического электората и придет подрощенное поколение электората, ну, скажем так, воспитанного свободами ельцинского времени, демократическими свободами, но что-то не срослось. В этой связи вопрос, а прививка цивилизации, прививка демократии, она на русской почве вообще имеет шанс укореняться, вот входить в тело и распространяться по крови? Или это всякий раз как инородное что-то, как заноза? Я вообще оптимист, как ни странно. Я, может, пишу мрачные книги, но я верю в будущее и человечество, что оно как бы выживет и переживет вот все это. И в будущее, ну, может, не столько России, как страны, насколько русских людей и других людей, народов, которые населяют это огромное пространство. Все в конце концов получится, но действительно этот процесс смены поколения приобрел какой-то безумно тяжелый и самоубийственный характер. Речь идет именно о поколениях. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров В 91-м году, в момент распада Советского Союза, был точно такого же возраста, как украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В этом, в 92-м году, представьте, это действительно космическая разница жизненного опыта, политических эмоций, ну и всего вот этого. Да, и вот они сейчас воюют, и мне кажется, что это, ну, конечно, это война народов, сомнений нет, но тоже это война поколений. Это такой гигантский депо-конфликт, это восстание внуков против дедов. И дедов, и тоже, значит, дисциплинарная акция, специальная операция дедов против внуков. В этом смысле, как война поколений, эта война уходит, ну, ментально, во всяком случае, не в горячей своей фазе, на три, на четыре поколения вперед, и жить это чрезвычайно сложно. Вообще исторический опыт, культурный опыт, он показывает, что пламя гаснет, или, скажем так, жар от него становится меньшим. Насколько быстро? Ну, слушайте, поколения, вот это все не сегодня придумано, типа люди тысячелетиями жили как-то, значит, молодыми, входили в жизнь молодыми, потом старели, уходили со сцены. Кто-то сопротивлялся этому для этого, значит, были социальные институты разного рода, ну, например, пенсии, отставки там, значит, чтобы люди уходили с подсчетом со своих должностей. Ну, в конце концов, это приобрело форму демократической преемственности власти, там, значит, каждые четыре года выборы. Каждые четыре года кто-то уходит, приходит новый человек, ну, обычно моложе, хотя это не только в России сейчас стало проблемой. Ну, вот, да, мы видим, что какой-то особый момент, когда вот это старое, даже очень старое поколение, которое как бы не должно вообще находиться, но оно должно пользоваться безопасностью, почетом, получать там медицинскую помощь адекватную, ну и так дальше, любовь тех же самых внуков. Но происходит нечто совсем другое. Вот почему это именно сейчас, типа, 21 век, вроде как человечество гигантский опыт решить вот этих проблем отцов, детей, там, дедов и бабушек, и внучек. Ну, почему-то это обострилось именно сейчас, может, это тоже как-то связано с климатическим кризисом, с природными катаклизмами, которые перед нами стоят с ожиданием конца времен. Здесь есть люди, которые в это верят. Я скорее, ну, вот здесь остановлюсь в своих объяснениях. Я не знаю, почему это именно сейчас так произошло. Но что-то не есть, не знаю. Хорошо. А я тогда о травмированном поколении тех, кто сегодня изъято с повседневной российской вот такой социальной жизни. Ну, во всяком случае, официальной или вписанной в то, как это выстроено в Россию. Эта травма, которая получена, она в большей степени работает как опыт, который можно использовать, или как нечто, делающее это поколение потерянным, выброшенным и оставленным для русской жизни. То есть, почему я этот вопрос задаю? Потому что для меня ключевая тема в рассуждениях об уехавших и остающихся, это то, что среди уехавших, по сути, нет солидарности. Общество в травме, оно, в принципе, способно к тому, чтобы преодолевать вот эту атомизацию и демонстрирует ту или иную степень солидарности. Это потерянное поколение или поколение, которое будет строить? Среди уехавших нет солидарности. Представьте себе, я довольно давно уехал из России, но я отлично знаю, как это трудно, ну, в смысле, найти там... Ну, все трудно буквально, найти работу, найти там квартиру, найти, завести счет в банке, там у людей проблемы с визами, кто-то вообще легально, кто-то нелегально. Но вы хотите еще, чтобы люди при этом занимались политикой, и, значит, ходили на протесты или там еще что-то, или финансировали вы что-то там. Это все страшно трудно, и никто к этому не привык, и никогда, и первая эмиграция, то же самое, вот гражданская война там, действительно, в начале XX века в России, там, действительно, было сплочение, значит, на обоих сторонах фронта, но потом, когда люди разъехались, все там, это сплочение от солидарности исчезло, каждый выживает сам по себе, со своими, ну, заботясь о своей семье, в лучшем случае многие семьи тоже рассыпаются в таких условиях. Ну, травма, ну, вот это поколение Путина, Лаврова и так дальше, это было, условно говоря, последним советским поколением, они, естественно, получили свою социализацию, воспитание, образование, ну, и реальный опыт жизни, первая любовь, там, первый секс, первые, значит, дружеские компании, первые книги, которые они отчитали, первые неприятности на работе, это все было советским, и вот это все продолжало, 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 и вот как-то оказалось, этот разрыв 91-го года, я-то как раз вот эту проблему непреемственности постсоветских поколений, я связываю с этим разрывом, он был очень крутым, я пытаюсь найти такие исторические аналогии, естественно, аналогии 17-го года, 20-го века, тоже там какие-то были интересные проблемы с поколениями. Ну, вот то, что люди настолько, как бы, неспособны уступить свое место, или общество настолько неспособно оказалось создать им новое место, значит, так, чтобы они пользовались почетом и уважением, и могли бы там рассказывать о своем опыте, типа, значит, людям, которые бы внимательно их слушали, нет, они и сами создали вокруг себя эту выжженную землю, так что им не сделать шагу ни налево, ни направо. Ну вот, а те люди, о которых вы сейчас спрашиваете, ну да, молодые люди, которые оказались за границей, я думаю, как раз, что у них будет все, ну, все будет отлично, все блестяще. Они все найдут работу, все будут платить налоги, все станут, получат гражданство и будут голосовать на демократических выборах в тех странах, где они там будут. Ну, захотят ли они там что-то делать для своей первой родины, следующий вопрос, это, конечно, зависит больше всего от этой родины. Если мы исходим из допущения, мне кажется, вполне себе резонного допущения, что хотят, и родина это такое непустое место и важная штука, к которой ты в мыслях, в сердце периодически возвращаешься, то вот продуктивная дискуссия для посттравматического общества, она с чего стартует? Где тот центр, да, смысловой центр, вокруг которого эти люди в последующем могут собраться, причем собраться не так, чтобы и народным телом каким-то прийти, а чтобы стать частью, ну, какого-то большого потока, не в фашистском смысле, а отнюдь, да, а вот частью своего народа, да, частью, гражданской части своего народа, многонационального народа? Ну, мы все это отчасти проходили в какой-то форме. Вот был сталинизм, потом были откровения Хрущева, помните, на 20-м съезде. Потом, значит, Прибрежнево это все прижали и фактически запретили. Потом началась перестройка и гласность, и перестройка во многом не далась, но то, что далось, это гласность. Вот это проговаривание травмы сталинской, советской, травмы террора, репрессии, гулага, арестов, казней, все это действительно лилось широким потоком. Я думаю, что имело большое значение. Я написал об этом книгу, она называется «Кривое горе. Память о непогребенных». Это как раз книга, которую вы сейчас не читали, но, может быть, вы ее прочтете как-нибудь. И я представляю себе... Что, что? По аналогии вот с этой перестройкой и гласностью. Вот следующее поколение правителей объявят перестройку. Будет там людьми в стену промышленность перестраивать, и так дальше, как мы видели. И это будет получаться у них не очень хорошо. Но одновременно пойдет гласность. И люди узнают множество фактов и некоторое количество вымысла. Это уже о том, как это все было. Как о коррупции путинского режима, о ботравлениях и каких-нибудь лабораториях ядов, и о тайных тюрьмах и пытках, и так дальше. И о шпионах за границей. И вот это действительно будет... И, естественно, это придет к анализу, к публичному анализу причин нынешней войны и поражения в ней. Будет ли там что-то действительно новое сказано? Ну, трудно сказать. Навальный нам уже рассказал довольно новое. Ну, наверное, будет что-то сказано еще новое. Но общество на какое-то время будет заниматься вот этим. Анализом тайных пружин, недавних трагедий, неудач, поражения. Ну, а что будет? А какой из этого будет типа сухой остаток? Пойдет ли перестройка вперед? Ну, вот это у нас, в самом деле, будут большие вопросы. Это вот как раз ключевой вопрос. Потому что 20-й съезд был, выводы не сделаны. Да, деятельность мемориала, колоссальная деятельность, мемориала, получившего Нобелевскую премию, выводов не сделана. Ведь перестройка и гласность, о которых вы говорите, во всем случае они мне представляются не только как явление общественно-политической жизни, экономической жизни, но это прежде всего явление ценностного ряда. А в России жонглируют сейчас риторикой консерватизма и даже ультраконсерватизма словами о ценностях. И вопрос, который вы ставите, сделаем ли мы выводы, мне кажется, не знаю, согласитесь вы или опровергните меня, упирается в то, что в русской жизни ценностный мир никогда вот такого оформленного как закон измерения значения не имел. Или имел. Вот что такое ценность русской жизни? Она вообще присутствует в ней как нечто неоспоримое в русской жизни, в российской, хорошо, жизни. Возможен консенсус по поводу ценности? Потому что вот от эпохи к эпохе всякий раз инварианты, всякий раз мы смотрим, кто-то говорит белое, кто-то говорит черное с оттенками серого. А говорят об одном и том же. Русская жизнь была довольно уютной. То есть как-то, значит, русским людям, многонациональным, естественно, в основном, конечно, в Москве, Петербурге, но даже и в других городах, по крайней мере, в больших городах, типа в 90-е годы, в 2000-е, там удалось как-то наладить жизнь. Многие были довольны и счастливы, и потому они так сейчас маются, приходилось уехать или все это закончилось, вот все это, как-то, значит, или вот-вот закончится, люди это чувствуют. И люди, на самом деле, обслуживая друг друга через экономические институты, юридические институты, с юридическими, конечно, институтами, беда. Ну, в общем, люди наладили довольно уютную, приятную жизнь, что постоянно, и особенно сейчас, в чем источник бедствия, это государство. То есть не жизнь, не люди, не общество, а государство. Так оно происходило, конечно, и в начале 20-го века, и потом в советское время. То есть люди налаживают жизнь, если люди оставят более или менее в покое, то, в общем, они вполне умеют и способны, русские люди, наладят себе русскую жизнь. Нормальную, уютную жизнь, которая еще и улучшается с каждым годом. Но государству этого всегда мало, или вообще ему надо чего-то другое, а вовсе не это. И оно вмешивается, что делает такое. Но, как правило, это война. Или еще хуже, внутренние репрессии, внутренние, или и то, и другое. И каждый раз, в каждом поколении практически происходит такой слом. Вот этот уют, этой жизни, ну, просто исчезает, как его не было. Но люди об этом помнят и тоскуют. Последний вопрос, Александр. Вот это государство, о котором вы говорите, сегодня под маской ценностей ведет колониальную войну. Вот эта война имеет что-то от колониализма, который стал предметом вашего рассмотрения в книге об империи? Ну да. Украина была колонией Российской империи. И она освободившаяся колония. Это примерно, ну, как американская война за независимость, если вы помните за историю. Вот. Была колония, тогда их было 13 колоний в Британской империи. Они, значит, объявили независимость. Ну, как-то. После этого, значит, империя высадила войска и стала воевать эти колонии, чтобы они вновь оказались зависимыми. Ну, это такое, понимаете, колониализм последнего дня, который гораздо больше отвечает понятию реваншизма. То есть, колониализм или империализм, он интересен тогда, когда это все начинается. Вот люди, значит, открывают новые земли, значит, изучают их, там, находят там какие-то сказочно интересные ресурсы, заводят у себя там дома консткамеры, и вот это все. То есть империализм всегда, конечно, плохо, но, по крайней мере, вот в начале он дает новое знание, там, энтузиазм, богатство, наконец, кому-то, хоть кому-то. А реваншизм уже не дает ничего. То есть, нет, это было мое, это было наше, и оно должно остаться, что бы там ни было, хоть хоть трава не расти. Ну и трава, конечно, уже не будет расти. Тогда непонятно, ну зачем, зачем было воевать это по новой, и уже не первый, и не третий раз воевать Украину. Так что, я думаю, что лучше, более просто адекватное слово, которое соответствует сегодняшнему положению, это слово реваншизм. Такие вот хроники секты колониализма последнего дня. Александр Маркович, я благодарю вас за то, что сегодня стали гостем программы «Вдох-выдох». Удачи вам. Спасибо вам. До свидания. Друзья, это «Вдох-выдох», гостем которого сегодня стал профессор Центрального Европейского Университета в Вене, культуролог, филолог, психолог Александр Эткент. Канал Ходорковский Лайф, ваши подписки не помешают в продвижении этого видео. Более того, они просто-таки прямо поспособствуют. Не поленитесь, делайте это прямо сейчас. Комментируйте в чате трансляции все то, о чем мы говорили, и делитесь ссылкой на это видео со своими близкими, друзьями и знакомыми. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами. Но вечер на нашем канале продолжается. И впереди вас ждут новости информационно-аналитической программы «Воздух». Берегите себя. Удачи. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»